Вера или магия? Духовная жизнь или оккультизм? Что доставит душе человека желанное счастье? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только глаз Фатимы стал распространяться и у нас. Что же это за оберег? Рассказывают такое предание. Будто младшая дочь Мухаммеда, Фатима, подарила своему возлюбленному подобный амулет, когда он отправлялся на войну. Ее любимый смог преодолеть все трудности, вернулся живым и невредимым. Вот якобы после этого оберег назвали глазом Фатимы, и им стали пользоваться другие. Его еще называют Назар-банджук, то есть бусина от сглаза. На самом деле археологи не раз находили подобные амулеты в местах древнегреческих поселений. Амулет назывался Матопетра, то есть глаз-камень. И это значит, что амулет пришел из греческого язычества и не имеет отношения к дочери Мухаммеда Фатиме. К сожалению, сквозь века он сохранил свое присутствие среди не очень просвещенных людей. А когда турки завоевали греческие территории, то переняли этот амулет себе, и постепенно он у них распространился. Рисунки с глазом Фатимы или Назаром есть даже на турецких самолетах. Современные оккультисты тут же предлагают свое пояснение. Поскольку, Назар, говорят они, это глаз, то значит, он якобы защищает тебя от дурного глаза, от чужой зависти, как бы берет на себя дурную энергию. А кто-то из них утверждает, что этот глаз за тобой все время следит, как ты себя ведешь. Вот так суеверному человеку добавляют страхов. Оказывается, амулет за ним подсматривает. У них считается, что оберег работает только когда он на виду. В этом есть отчасти психология падшего человека. Такой человек, повторим, задавлен страхами. И если есть сложившаяся традиция признания какого-то амулета, и этот амулет держит на виду, то человек, видя амулет, как бы на время успокаивается, думая, что он защищен некой мистической силой. Все подобные суеверия обнажают духовную немощь, а в каком-то смысле и незрелость человека. Ибо не может быть зрелым и духовно стойким человек, который ждет удачи от синего узора с черной точкой внутри. Не может быть зрелым тот, кто вместо Бога судьбу свою веряет камушкам, бусинкам или подкове над входом в дом. Добавим, что исламские богословы критикуют подобные амулеты. В Коране нет ни слова о глазе Фатимы. И, собственно, священные для мусульман предания, хадисы, не подтверждают подарок Фатимы своему возлюбленному. Это апокрифическое, суеверное сказание. Более того, в одном из хадисов, считающемся достоверным, сказано, что однажды к Мухаммеду пришла делегация из десяти человек. У девяти он принял присягу, а у одного нет. Когда его спросили о причине этого, Мухаммед сказал, поистине на нем амулет. Затем он сорвал с него амулет, принял присягу и сказал, кто повесил на себя амулет, тот впал в многобожие. Таким образом, для настоящего мусульманина обращение к амулетам недопустимо. Что же касается Библии, нашего священного писания, то через пророка Исайю Господь говорит, что произведет суд над теми, которые живут расслабленно, лишь угождая себе, и тогда Бог отнимет привески волшебные, те самые охранительные амулеты наподобие глаза Фатимы. В наше время приходится напоминать самые очевидные истины. Бусинки, камушки, стеклышки так и останутся физическими предметами. Они ничего не дают бессмертной душе человека и никак не могут ее защитить. Человек создан по образу Божию и потому находит защиту только у Бога. Только Божия благодать, словно всепокрывающее одеяние, способна духовно защитить и сохранить человека. Мы облекаемся в это благодатное одеяние в таинствах церкви. Человеку, который живет с Богом, никакой дурной глаз не страшен. Постараемся, братья и сестры, хранить себя от суеверий. Подлинная духовная сила подается лишь в общении с Богом. Дай Господь всем доброго здравия! Храни вас Божие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова